Смотрите, сегодня в программе «Наш край» в новый дом с новой мебелью. Многодетная семья из Купятичи получила помощь от профсоюза. Леница и беседка своими руками. Огромные композиции из лозы делает мастер из-за снежиц. Древнему виду творчества новое дыхание в Пинском районе возродили белорусскую вышивку крестом. Поддержка многодетных семей была и остается приоритетной задачей профсоюзов. Свой вклад в поддержку многодетных семей внесли и в Пинском районе. О двухъярусной кровати в семье Сверидович из деревни Купятичипинского района мечтали давно. Ситуация здесь непростая. Родители многодетные и воспитывают 12 детей. Старший сын, кстати, уже получает высшее образование. Самому младшему ребенку всего 6 месяцев. И символично, что сертификат на получение мебели им вручили в эту дату. Мы просто обязаны поддерживать наших членов профсоюза, которые попали в нелегкое положение. И вот по ходатайству акционерного общества Почапова Брестское областное объединение профсоюзов решило оказать поддержку семье Сверидович, у которой, кстати, 12 детей. И закупили им двухъярусную кровать, в которой они нуждались. В дополнение к кровати два ортопедических матраса. Их изготовили специально к подаренной мебели. Как комплект. Это своевременная поддержка многодетной семьи Сверидович. Родители готовятся к переезду в новый дом. Его, к слову, строительство они завершили накануне. Оба члены профсоюзных первичек Пинщины. Например, глава семьи работает в ООО Почапова, а мама – психиатрической городищенской больницы. Правда, сейчас в декретном отпуске. 12 детей воспитать в наше время – это тяжело. Но они стараются, действительно. Детки очень хорошие. Старшие учатся, заканчивают сейчас педагогический колледж. Сын учится в университете. Но такая акция с вручением сертификата на мебель не станет единичной. У профсоюзных лидеров Пинщины в планах – финансовая помощь всем тем, кому она необходима. Настоящие композиции из лозы в стиле ретро. Есть во дворе народного умельца Семена Мозоля. Живет мастер в деревне Оснежицы. Благодаря его стараниям и умениям во дворе уже появилась мельница, курятник и даже большое собственное озеро. Житель деревни Оснежицы Семен Мозоль может запросто водить по своему стильно оформленному двору экскурсии. Судите сами. Все композиции рукотворные. И это природный материал – лоза. Из нее состоит даже замысловатый забор и велосипед, который припаркован прямо у входа в дом. Влекаться искусством Семен Александрович начал, кажется, с детства. Склонность к рисованию и черчению была уже тогда. Мальчиком корову гонял, как все ветеринские ребята. И делал ленечки, потом кошики всякие. И потом вышел на пенсию, все вспомнил и получилось. Все эти дикойные вещи. Вот этот светильник, что в самодельной беседке, он увидел в Познании. Тогда еще подумал, что предмет интерьера выполнен в совершенно несложной технике. На его участке аналог появился спустя несколько дней. Самое главное – терпение и отточенный механизм плетения. Все как бы сделал. Мелец сделал, беседки сделал, курятники сделал. Все это ретро. Потом, что еще такое интересное. Я хотел бы крышу сделать с камыша, но боюсь. Идею создания многих изделий умелец подсмотрел во время поездок за рубеж. Стиль ретро там ценят до сих пор. Но работы местного жителя Семена Мазоля самобытны и даже в чем-то уникальны. Потому что сделаны своими руками и на совесть. Беседка, курятник и даже мелкие детали интерьера, корзины он собирал прямо у себя во дворе. Зимой времени много свободного. И так вот сидишь и вяжешь, вяжешь. Скоро на участке Семена Мазоля должна появиться еще и фигура динозавра. Он себе запланировал воплотить такой проект в жизнь. Сырье для огромной поделки уже собрано и ждет своего часа. Вышивка, пожалуй, одной из самых древних исконно белорусских искусств. За вышивкой коротали зимние вечера деревенские девушки, вышивая рушники и различные скатерти. Второе рождение этот вид творчество получила во Снежицком доме ремесел благодаря местным мастерам. Первое знакомство с вышивкой у мастера Людмилы Яморик состоялось еще в пятом классе. Тогда на уроках труда она получила домашнее задание – вышить композицию крестом. Но без помощи мамы, к слову, занимающейся этим видом творчества, всю жизнь не обошлось. Сперва для мастерицы это было хобби. Потом переросло в профессию. Более 12 лет Полесская умелица передает свои знания кружковцам о Снежицком доме ремесел. Есть и картины, и рушники. Дома, конечно, делаешь, но дома времени мало, потому что занят, как бы, есть и ребенок, есть и дом, который строишь. Поэтому, если есть какое-то время, это зимой. Когда, вот, как и мама говорила, что у нее времени было только зимой. Зимой делаешь, а от работы, вот, пожалуйста, работу делаешь, потому что ходишь на работу, надо делать. Ну, у нас задача, в первую очередь, научить детей, потому что дети – это то, что продолжение нас, им надо дать это, чтобы они хотя бы какие-то азы знали, чтобы знали, от чего отталкивались, как жили наши раньше предки. Вышивка – исконно белорусский вид творчества. Об этом свидетельствует тот факт, что еще в древности на полотнах и рушниках белорусы вышивали различные символы. Например, узоры дождя или солнца – знаки хорошего урожая и погоды. В основе все та же техника – рисовали на ткани крестом. Овладеть может каждый, но понять, чтобы правильно это вышивать, научиться можно как угодно. Некоторые дети говорят, быстрее, лишь бы быстрее, оно не надо быстрее. Тут надо, чтобы правильно сделать, и чтобы это было красиво. Тот же самый крест, его надо ложить, допустим, вот, как я вам рассказывала, надо ложить слева направо, а справа налево накрывать. Это считается правильным крестом. Когда ложишь наоборот, когда смотришь на картину, их сразу видно все эти крестики, которые неправильно положены. Технология сложна в освоении. Много мелких деталей. Вышивка крестом требует усидчивости и терпения. Зато потом усилия вознаграждаются появлением очередного тканого полотна. В выставочном зале дома «Ремесер» результаты труда открыты для просмотра. Причем техники разнообразны. Гладь, она тоже по-своему красивый вид творчества, вышивки, потому что гладь может быть рваная гладь. Это модно, потому что оно шьется вот произвольно. Как вот ты хочешь, так и ложишь стежок. А если вот стежковая или такая контурная гладь, там уже надо сидеть, высчитывать, чтобы оно все шло по порядку, были одинаковые стежочки, все было ровно. Рваная, она красивая, она получается, как мазки художника. Вот как они маслом рисуют, если сдалека смотреть, вот ничем не отличаются картины. Работы мастера Людмилы Яморик уже видели не только в Пинском районе. С полотнами и картинами из ниток ознакомились, например, в Минске и Витебске. В Пинском районе на следующей неделе будет переменная облачность. По прогнозам, температура воздуха не поднимется выше 25 градусов. 26 июня в народном календаре Акулина-Гречишница в старину в этот день варили гречневую кашу и угощали нищих. При этом хозяева поговаривали, гречневая каша – матушка наша, а хлебец – ржаной, отец родной. А вот молоко в этот день пить не следовало. Считалось, что оно становится вредным для здоровья. 30 июня Мануила и Савелий. Время ярмарок и гуляний. Назывались они «молодой ярила». В этот день было принято на берегах рек и озер разводить костры и варить яйца. Чем больше их сварить, тем лучше будут нестись куру. С этой же целью в последний день июня готовили омлет. Были и приметы на погоду. Вечерняя радуга предвещала хорошую погоду. А багровый закат обещал ненастье и сильный ветер. 1 июля макушка лета. Ярилен день. Крестьяне отправлялись на покосы и набивали матрасы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы и заваривали душистые чаи на травах. В следующем выпуске программы «Наш край» я расскажу вам про купальские обряды наших предков. Желаю вам ясных дней и прекрасного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова